Слово предоставляется Игорю Ивановичу Стрелкову, лидеру общественного движения Новороссия, с сообщением «Преднестровье. Угроза очередного поражения». Затем академик Нигматуллин. Здравствуйте. Я хотел бы немножко понизить уровень дискуссии на менее глобальную, как говорится, но более предметную. Я хотел бы сказать, что во многом солидарен с тем, что было сказано предыдущими выступающими. Хочу сказать, что война у нас идет, уже идет, и попытка спрятать голову в песок, как это делается сейчас, она в принципе бессмысленна, бессмысленна целиком и полностью. К сожалению, за многие-многие годы, которые у нас прошли со времен крушения Советского Союза, у нас во многом, не во многом, а почти во всем, произошла подмена реальных дел, пиаром, политическим пиаром, экономическим пиаром, культурным. Везде у нас одна сплошная видимость. Потемкинские деревни и категорическое нежелание что-либо делать. Лозунг «Не парься, будь счастлив», он витает не только среди молодежи, но и среди наших чиновников. К сожалению, он полностью игнорирует факты. Мы сейчас фактически находимся в состоянии войны. Как бы мы от этого не отбрыкивались, как бы мы от этого не отнекивались, война будет обостряться, угрозы России будут нарастать. И наряду с той точкой напряжения, которая сейчас находится на Донбассе, у нас возникает вторая, следующая точка напряжения, это Приднестровье. Ну, Крым, это, естественно, само собой. Вот как раз Приднестровье и того, что там происходит, я хотел бы коснуться. Фактически мы находимся на грани очередного поражения. Еще хотелось бы перед тем, как перейти к тезисам, я хотел бы еще сделать маленькую ремарку. У нас совершенно непрозрачная политика властей. Ну, просто совершенно непрозрачная. Мы не знаем, что на самом деле хочет президент. Мы не знаем, что на самом деле хочет у нас руководство, высшее руководство страны. Зачастую мы говорим то, что не делаем, делаем то, что не говорим. Это как страна. Мы, причем это делаем в тех важнейших вопросах, в которых эта открытость необходима. Условно говоря, мы проводим сплошные спецоперации, там, где спецоперации уже давно... Ну, принцип спецоперации – это максимальная тайна. К сожалению, на, как уже сказал Степан Степанович, на войне действовать в ситуации полной тайны невозможно. Необходима идеология, необходима идея. За что людям воевать. Поэтому приходится зачастую ориентироваться на наши средства массовой информации. Я вот, коротко еще, ремарка. Сегодня ночью меня в два часа разбудили и сказали, что под жесточайшим обстрелом находится Горловка. Яна Киева подверглась обстрелу впервые за много-много месяцев. Бомбили Дебальцева и позиции ополчения под Дебальцева. Сегодня утром, включив телевизор, я не увидел по этому поводу ничего. Просто ничего. В то время как люди оттуда говорили мне по телефону, что обстрелы сравнимы по масштабам с обстрелами января-февраля в разгар боевых действий. Соответственно, наши средства массовой информации игнорируют факт обострения боевых действий. Соответственно, мы можем каким-то образом судить о том, что политика России в отношении спрятывания головы в песок по Старусиному пока, к сожалению, не изменилась. А вот противник действует строго последовательно, полностью в рамках того, что он планировал, в рамках того, что он заявляет. И Приднестровье это очередной этап эскалации конфликта с его стороны. Ну, те принципы, из которых я исхожу, делая свои выводы, господствующие. В существующей ситуации Украина остается послушным инструментом США. Была, есть, остается и пребудет в будущем. Никакие розовые надежды на то, что с путем дипломатии удастся как-то изменить эту ситуацию, они абсолютно бессмысленны. От слова совсем. На что там надеются у нас в МИДе в этом отношении или не надеются, мы по-прежнему, как я уже сказал, не знаем. Второе. Соединенные Штаты продолжают использовать свою испытанную, испытанную много раз, десятки раз в течение своей истории англосаксонской дипломатии, тактику. Давая закулисные обещания, а на деле проводя линию на дальнейшую дестабилизацию в России путем разжигания пограничной войны и ее максимального затягивания. При этом Соединенные Штаты явно экономят Украину, стараясь не допустить ее прямого военного столкновения с Россией, решающего, подчеркиваю, столкновения и решительного поражения. Нарастание конфликта производится в данной связи осторожно и постепенно. Как это принято говорить, лягушку варят медленно. Мы имеем, просто можем наблюдать это постоянно, каждый день. Лягушку в данном случае Россию и Путина варят медленно, чтобы не допустить с его стороны новых неожиданных действий по типу Крыма. И третье. Россия, к сожалению, можно констатировать, полностью потеряла инициативу на украинском направлении. Послушно следует в кильватере принятых в США схем развития ситуации, что в конечном итоге неизбежно приведет к поражению, если эта парадигма не будет изменена. В Приднестровье, как я уже сказал, новый фронт обострения ситуации. Россия вновь подводится к черте война или изоляция или очередное отступление. Конфликт Соединенные Штаты стремятся при этом, отмечаю, новый аспект, тянуть Молдову и Румынию. То есть максимально интернационализировать конфликт. Уже не только Украина, но и путем Приднестровья в стан прямых противников России, в том числе военных, стремятся втянуть еще две страны. Любое решительное действие России ожидаемо придет к подкреплению Украины со стороны Румынии, обладающей сильной армией и традиционной ультра-националистической элитой. Налицо очередная ловушка, нацелена на возрастание напряженности конфликта. Соединенные Штаты стремятся создать ситуацию, когда медведь, в кавычках, Россия, будет затравлена с ворой собак, каждый из которых слабее ее во много раз, но за счет количества, которое способно измотать и подвести под прицельный выстрел охотника. При этом адекватной реакции в рамках мирного регулирования на угрозу регионального поражения Приднестровья у России пока не видно. Возможно, она есть, но мы об этом подчеркиваю, опять же, не зная. В средствах массовой информации замалчивается проблема Приднестровья. Она есть только в интернете, на телевизоре ее нет от слова вообще. При этом Россия сама, как это принято говорить, загнала себя, нашей блестящей, без дипломатии, блестящей просто, слов нету, в данную ловушку. Потому что Приднестровская Молдавская Республика России до сих пор не признана. До сих пор. Сколько прошло уже? Прошло два с лишним десятилетия. А Россия также упорно продолжает признавать целостность Молдавии. Молдовы, как сейчас принято говорить. То есть формально, если Молдова потребует, Россия должна будет вывести своих миротворцев. С точки зрения международного права. Что мы имеем? Мы имеем то, что мы залезли в ловушку и там спокойно сидели 20 с лишним лет. Ловушка рано или поздно сработала. Целостность Молдовы мы подчеркиваем постоянно. Так же, как целостность Украины. Соответственно, мы готовим, подготовили почву для своего дипломатического поражения на международном фоне. А пять вариантов у нас два. Капитуляция, более или менее растянутая во времени. Или резкий асимметричный ответ на Украине, поскольку можно не сомневаться, что именно Украина станет ударным звеном данной провокации. Первый вариант насчет череду сдач по игославскому сценарию. То есть капитуляция не бывает одноразовой. Она всегда имеет продолжение. Капитулировавший раз, будет капитулировать и дальше. И он уже не может быть остановлен ни на каком этапе. Однажды капитулировав, Путин вынужден будет идти на данном пути все дальше и дальше. Второй вариант, асимметричный ответ, полный военный разгром хунта и освобождение Украины. То есть пробитие к Приднестровью того или иного коридора. Только быстрейшим разгромом инструмента еще возможно продемонстрировать всем сателлитам США опасность стягивания конфликта с Россией. Сами Соединенные Штаты, как я уверен, напрямую военным путем воевать собственными руками с Россией не готовы. А готовых союзников, кроме Украины, у них на данный момент нет. Вот они их и делают сейчас. Работа по формированию мотивации новых союзников идет непрерывно. И нерешительность российской позиции только способствует этой работе. Больше способствует, чем даже усилия США. Демонстрируя слабость, Москва провоцирует врагов на открытое выступление, тем самым ухудшая без того шаткие позиции. Коротко хочу сказать сценарий развития Приднестровья-2, как я его называю, на мой взгляд. Первый сценарий – это жесткая экономическая блокада. Это первый этап. Саакашвили в данном случае – это исполнитель данной блокады. Для этого он туда, собственно говоря, и назначен. Вся территория Приднестровья блокируется со стороны Одесской области Украины. И Саакашвили, надо отдать ему должное, человек достаточно энергичный, достаточно талантливый и достаточно тиранического склада, чтобы практически реализовать данную блокаду и закрыть, в том числе, контрабанду, которая идет через границу. Второй этап – это военно-политическая пограничная провокация. Опять же, ее вполне способен осуществить в Саакашвили. Для этого у него правосеков хватит. Третий этап – оценка реакции Кремля и последующей атакой ВСУ и Нацгвардии Украины. В случае, если реакция будет недостаточно жесткой. Она будет проходить по следующей схеме. В принципе, все вооруженные силы Приднестровской Молдавской Республики и миротворцев могут быть заблокированы в двух-трех пунктах. Это район Террасполи-Бендер и район, допустим, Кошницы, еще нескольких насипунктов, где расположены миротворцы. При этом противник не будет атаковать, скорее всего, не будет атаковать базой, для этого им ничего не нужно. Они просто заблокируют, займут территорию, которая вся глубина составляет 10-15, ну максимум 20 километров, и просто будет спокойно осаждать, не атакуя, данные базы. Просто ожидая, когда они сдадутся сами или будут выведены. Следующий этап, четвертый. При решительном вмешательстве России ограниченным Приднестровским регионам практически неизбежно мы потерпим локальное поражение. Неизбежно, чтобы там наши военные не заявляли, фактически с военной точки зрения спасти Приднестровье только какой-то авиации или еще чем-то невозможно. Хотя бы потому, что терратор военных действий очень отдален от наших баз. Очень отдален от наших баз. А одной авиации, одними ракетами еще никто войну не выигрывал от слова вообще. И пятый этап. При полномасштабном вмешательстве России, в том числе на Новороссийском театре военных действий, на других театрах военных действий, я полагаю, что противник предпримет тактическое отступление, и мы снова получим минск-3, минск-4, минск-5, минск-6, и далее без конца, пока лягушка не свалится. Основной вывод моего спича, как бы то ни было, противник последовательно идет по пути разжигания конфликта. Последовательно к нему готовится, постоянно усиливается. И дальнейшее игнорирование данного факта, дальнейшая нерешительность, дальнейшие колебания с нанесением ему решительного поражения, уничтожением хунты и свержением ее, освобождением Киева, дальнейшие колебания приближают нас к глобальному поражению. Собственно, все, что я хотел сказать. Спасибо. Спасибо.